привет тебе слава привет да приветствую скажи пожалуйста где ты находишься географически если не секрет если секрет не говори центральная россия хорошо молодец но я хочу всем сказать всех познакомить с вячеславом чтобы все знали что это очень интересный человек он айтишник он занимается изучением философии психологии занимается музыкой пишет музыку но много чего ты сам сейчас расскажешь самое интересное еще то что мы познакомились мы делали вместе но у нас есть такой коллективный разум когда участники школы человек больше хомофутурус дает советы как лучше написать картину и мы вот только сейчас заканчивали вот я вас спрашивал как глазик здесь делать не видно ли что здесь есть вот эти мы не пузыри у мечтателя но и мы немножечко доработали вместе за что я славе благодарен слава теперь расскажи про себя и чем ты занимаешься про себя что я могу сказать ну хорошие слова какие-то скажи специальные какие-нибудь интересного я шутник не обращаю внимание на шутки вернее но каждой шутки есть доля шутки посмотрит занимаюсь я много чем чем интересно тем и занимаюсь люблю людей у которых тоже много интересов и но это же здорово когда друг с другом люди делятся своими интересами не спорят обычно не друг друга занимаюсь кроме всего прочего я жена уважаемая вокалиста да да посмотрит привет мы передаем от школы да и можем ей подарить несколько приемов уникальных коротеньких по несколько секунд а если по минутам есть которые быстро снимают напряжение перед выступлением мы это не учим это она нас может научить а мы можем дать приемы чтобы перед пением она так выходила на это состояние певчие когда будет просто гармония звучать ну хорошо хорошо давай рассказывай и покажи пожалуйста свою гитару и покажи пожалуйста свой музыкальный инструмент сейчас видно что нибудь или на секунду там выключилась видео контакт выключился на секунду у меня но обычно у всех с акустических гитар начинается знакомство с гитарами и сейчас от тебя изображение не идет не идет изображение поэтому ты сейчас там опять восстанови изображение там с контактом вот теперь восстановилось изображение продолжай продолжай показывать вот так вот так показываю вот так показываю так наверное в зеркале так ну ладно чё там акустику показывать у меня только тару покажи где тебе подписал какой-то известный музыкант уже расскажи про эту историю такой у нас на планете земля гитарист гатри голланд известный в узких кругах то есть на западе вот во всем музыкальном мире там артисты какие-то его знают конечно да он как или считается там просто виртуоз виртуозов там вот и техника исполнения и композиторство ну да то есть какую музыку он пишет но в основном у них у него инструментальная музыка самым там литератор какой-то там где-то в англии там учился и в общем он приезжал к нам в россию привозил замечательный такой басис на мирового уровня антон доведянс привозил я соответственно поехал на концерт со своей гитарой вот и потом проник за кулисы ну не конечно не это не тайна вот все было легально вот но мне подписал гитару покажи покажи такая интересная это какая-то интересная она там шести или семиструнная какая тоже гитара прототип подписной гитары одного из моих кумиров скажем так гитаристов джо сатриани вот такая же гитара тоже японская вот и самое что я удивился в эту гатригована автограф роспись у него похоже как у меня роспись такая же овальная вот я что хочу заметить он мне на английском языке говорит там hand рука там ты же тут играешь сотрется ведь надпись то я ему на русском говорю но я тут сверху лаком покрою яхтный лаком я сверху этот автограф лаком просто покрою он меня не будет стираться у меня понял 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 я там изобразил пшик-пшик из баллончика лак на английском тут да конечно понял тем более англичане лучше чем американцы понимают русскую нашу речь мне так кажется уже здорово я тоже как-то в канаде выступал у меня переводчица опоздала на занятия группе 20 минут его занятия тоже как-то из балончика пшик-пшик они тоже на жесток показывали там на доске что-то рисовал там и прочее и приемы показывал и потом когда переводчица приехала и спросил я правильно им объяснил она да ты почти все правильно рассказал а я не знал английского языка ну как это интересно бывает когда люди заинтересованы понять друг другу да начинает а ведь я задумывался язык ведь это что такое это шифрование применяется вот мы я грубо говоря представил апельсин да вот у меня образ апельсин я посредством звука закодировал да какие-то тут бэк-бэк символы до закодировал слушатель воспринял у него есть там база данных уже загружена там как zip архива программка установлена база данных на этот архив есть раскодируется целый образ апельсин да даже вкус можно ощутить там полноценно представить у всех по-разному так я что-то нить потерял к чему я очень интересно это коммуникациях мы говорим что люди на снимать друг друга если они по-человечески настроены понять а ведь язык то это всего лишь один тип передачи данных да вот этот вот русский язык английский неважно а ведь еще не вербали когда там другие сигнальные системы жесты мимика потом обращение каким-то вещам там на луну показываешь на солнце на книжку показываешь рисуешь рисуешь как будто бы что-то какой-то образ там рисуешь как будто это много сигналов передачи ну конечно когда знаешь язык там это уже когда меня ошибаешься во взаимопонимании но в принципе желание понять вот у нас школе человек больше хомофутурис очень много есть людей из разных стран на мы говорим на русском но там есть и люди которые не знают русского языка я знаю что они какой-то общий смысл тоже пытается уловить и вот когда они пытаются уловить вот что-то начинает получаться а скажи пожалуйста как и какая кишника и ты еще занимаешься кроме этого ты же и биологии занимаешься ты по моему грибами занимаешься чем-то ты занимаешься вот это все но расскажи расскажи ну как биологии ну в общем я пришел к ну ставил эксперименты там с питанием вот решил изучить что такое лечебное голодание там вегетарианство там не вегетарианство сыроедение прочее ну вместо я давно не им уже наверно 10 10 лет то точно вот по норману в общем пришел к выводу что у нас очень многое зависит наше состояние так как я раньше ну студентом был питался по студенческий булка три раза в неделю мозг не работал по-человечески нормально не соображал в общем белый на лекциях еще что-то а потом с изменением питания естественный прилив силы все и мозг заработал начал разбираться дальше но поднял вот этот брошенная так сказать на полпути у меня было с детства стремление да там к наукам вот и был период да он не почти пропал вот потом скажем так питание то помогло восстановить этот интерес в плане того что стало много сил пришел к поводу что у нас вот кто чем питается при флора приспосабливается нарастает все как в аквариуме что интересно происходит симбиоз бактерий определенный тип флоры в кишечнике произрастает вот очень такой спорный вопрос я заметил сейчас в интернете везде это чем же питаться задумываются едят как едят я вот заметил что ну многие плохо себя чувствуют болеют там и так далее там вот а что-то задумывается ну в общем у нас в южных регионах в горах там где люди хорошо едят хорошую пищу растительную них там в достатке они живут долго гораздо дольше там уровень жизни другой и они им легко поддерживать у себя хорошее настроение даже если там климат плохой вот я заметил здесь нашем регионе в северном в угрюмом почти все угрюмые люди ходят ну такие уже условия но есть у меня знакомые кто вот всякими вегетарианствами там занимается они конечно не такие общей в общей массе больше на каких-то таких чокнутых немножко похоже вот судя по всему у нас они похожи потому что они бодрее других или потому что они не едят нас мне кажется это что-то с человеком должно произойти если он начинает задумываться что же я ем зачем же я питаюсь а может быть это или то ну в общем это уже не неспроста все начинается потому что люди которые не задумываются о питании они в принципе мало что задумывается а я знаю людей вот которые с детства не едят а потом этот парень мой знакомый славик магидов он написал когда стал взрослый уже много много статей про вегетарианство на самом деле он из детства не ел когда еще и не читал никаких статей про эту тему у него генетика такая была не принимала нас а другие друзья у меня есть которые не могут без мяса они живут на севере где-то далеко он вообще без мяса жить не может потому что у него организм какой-то кому как что подходит на то что сегодня продают магазинах конечно это не то питание которое делает человека здоровым я вот хочу интересное наблюдение рассказать вот вот сюда вот в этот в эту тему ну я же раньше ел как и все как обычно и мясо хотелось когда я от него уже отказывался я не знал чем наесться и так далее и организм по другому функционировал обмену сейчас был другой вот у меня потом и масса тела я в армию пошел там все худеют а я там оживел колотком пришел вот только потом опять занялся питанием ну там больше даже не питанием психика вот вот именно проработка каких-то физических моментов изменила ход биохимии в крови с вот это прессового кортизольного видимо в армейке сохранился вот на позитивный дано радостный на творческий он у меня всегда принципе подход в позитиве творить гораздо приятнее чем вот видишь на негативе там есть страдаешь там что-то страдательную пьесу пишешь там это как бы прикольно пострадать но тоже глубокий такой вопрос так и вот возвращаясь ушел от тем это питание то если в общем вот я сейчас тоже мясо не могу есть вот раньше я мог без него не мог потом нужно временно стройку оказывается организм организм перестраивается и по-другому начинает функционировать подстраивается и все то есть я сейчас там какую-то молочку белковую могу пишу весь меня там даже голова сразу начинает болеть там еще наверно психоавтоматика больше срабатывает то что у нас треки так сказать да ну запоминается состояние психически и та еда которую мы едим в это время потом может триггерить просто на еду я тебе похоже маленький интересный случай с мечтой рассказать вот мой друг который не ел мясо значит в казани учился поехал из бахачкалы в казани в аспирантуре учился и он говорит я там сижу в кафе говорит и говорит ем какую-то кашку зелень какую-то ем а тут говорит тетя одна села рядом и она котлетки ест а я ей рассказываю что для того чтобы вы съели эти две котлетки говорит знаете барашку зарезали и он начал ей рассказывать вот это все я так обрадовался когда вдруг увидел что она стала отодвигать вилочкой эти котлетки стороны я горит так обрадовался а потом какой-то момент говорит там машина проезжала за окном кафе и все задрожало все значит туда посмотрели она в это время раз эти две котлетки съела быстрее видел такой случай но я тебе хочу сказать что на самом деле у меня был еще один приятель в москве уже который не ел мясо много лет и он очень страдал неврозом и потом когда ему сказал слушай ну поешь ты наконец мясо как ты хочешь и наконец его убедил и у него тревожности прекратились то есть он стал то есть ему видимо это подходило а вот другому человеку не подходит то есть это дело такое индивидуального подхода это кстати очень хороший пример очень очень хороший пример потому что нельзя просто не есть мясо там еще что-то просто если ты питаешься как привык то питайся не надо ничего менять если ты хочешь чего-то надо ну поменять надо изучить сначала этот вопрос и тут вопрос-то именно тип тип питания потому что как я прихожу к выводу я пока до конца не уверен в этом но скорее всего ты либо питаешься вареной пищей всей такой либо питаешься сырой пищей и по моим наблюдениям вот на это не хочу никого ни в чем убеждать на планете все созданы сыроедами каждое существо сыроед только человек почему-то придумал вот это очень странно на планете много животных одни животные сыроедные другие животные мясоедные как сырое мясо едят почему-то человек сыро мясоедный потому как он был так он генетически в эволюции развивался как наиболее адаптивное существо чтобы у него была переключаемость он это может и то это может вот же в чем дело потому что хищники например они мясо едят корова например мясо не ест а человек может и то и другое вот здесь вот интересный момент эволюционного развития ведь нас же я ведь тоже думал так сейчас но я точно не могу сказать как вот ну скорее всего у нас на мой взгляд перестройка про и нас же с детства к этому приучают к этой пище если обезьян например вот шимпанзе привык приучать также с детства к кашам там к вареной деревне уже тоже флора сформируется ну перестройка флоры там какое-то время занимает перестройка организма потом время занимается я призываю всех исследовать это все все эти вещи то есть вообще шимпанзе вообще это плодоядные фрукты овощи плоды то есть бананы да и судя по всему мы это тоже как бы должны это же также питаться как шимпанзе я решил поставить эксперимент посмотрю что будет попробую но это конечно сложно у наших северных широт пока там выращивать это не начнешь зелень там овощи вот city ферма хорошая идея можно если если там и орехи там которые белки так сказать ну да конечно если бы была у меня ферма где все так прекрасно я бы тоже мясо не ел вот и я выел те которые заменяют полноценные и так далее но это целая история тоже не просто так нас то есть тут больше даже вопрос то здоровое питание или нездоровый на это так больше ставить надо потому что я не агитирую никого не не есть мясо выходят хотят люди едят где-то что собирались разговаривать мы сейчас разговариваем о другом да это вообще тема на самом деле слишком спорно потому что вопросов много там пишут потому что же вот там там целая лаборатория конечно там соответствующие выделяются всякие вещества и борьба микробов и так далее это целая такая биохимия биолаборатория которая как на мозг влияет как мы лучше соображаем да вот интересно посты поизучать вот не просто же так да в религиях посты существуют и к чему они приводят для чего они вообще не просто штат я вот сомневаюсь что в религиях поститься отказываться от этого от этого где-то вообще от всей еды полностью там определенные дни там наверное что-то стоит за этим может быть тысячелетнее наблюдение за жизнь человека беда в том что некоторые вещи люди понимают буквально например вот молиться там или посты держать их но сказано же если ты болен или ты в дороге ты можешь отложить свою молитву нет он будет именно в пять утра или четыре утра вставать и молиться но не от этого из-за того что не досыпает давление прыгает и так далее то есть буквальное понимание некоторых вещей не вникая в смысл вот мне очень нравится наша беседа потому что ты пытаешься все изучить вникнуть смысл я хочу следующий ролик сделать знаешь на какую тему человек ищущий смысл человек в отличие от шимпазе и других животных способен к идеалам и ищет смысл я хочу рассказать следующем ролике что означает поиск смысла и вообще что такое смысл потому что без смысла человека нет если белый автомат который запрограммирован эволюции развития инстинктами выживания но у него есть еще часть это потребность созидания потому что если он не будет созидать он не сможет сохраниться как вид человеческий прошу изменится допустим экология вся полностью и люди вымрут как выбором вымерли мамонте вот как вот это все сделать человек ищет смысл и это очень важно определить что такое смысл как его найти и вообще что это такое даже без смысла человек жить не может и без идеалов тоже повторюсь это очень важный момент я тебя перебил извини пожалуйста да я заслушался и полностью согласен что до смысл и смысл мы пытаемся вообще во всем это хорошо когда мы пытаемся видеть смысл в чем тогда в чем чем-то смысл даже вопрос самое самое интересное что больно когда человек не видит когда человек не видит в чем-то смысла например работа которую он делает который он смысла не видит или допустим боль просто нога заболела человек ушиб ногу и у него боль и она больнее оказывается когда он не находит в ней смысла а если он не находит смысл что это может быть какой-то сигнал для чего-то что он может быть неправильно живет или еще какой-то смысл находит а тем более в последней книге сваляя я от белой стороны черной дыры страха описал что страх страх боль это стресс это трасс это человек в доминанте когда он доминанте он ничего не слышит не видит вокруг себя он занят выживание и когда человек не видит смысла в чем-то в чем-то это ему больнее вот это вот а когда он видит смысл даже в страхе даже в боли даже в чем он может энергию этого сильного потенциала напряжения переводить на решение ранее нерешаемых задач и добиваться мечты своей чего раньше делать не мог саму энергию более саму энергию страх когда он видит в этом смысл и вот у нас есть смысл и в нашей школе человек будущего через нулевое состояние научаемся разгружаясь мечтать о желаемых переменах в себе и там когда как раз таки использовать энергию более энергию страха для достижения своих мечтаний для исполнения своих желаний я как раз я сделаю подарки к новому году нашим участникам школы даю такие приемы коротенькие которые помогают снимать исходное состояние лишнего напряжения я надеюсь ты посмотришь и следующий ролик тоже и там о смысле и о том как это делается и вебинар у нас будет у меня должен быть с дочкой вебинар и должен быть с валентины и даже на киселевый вебинар но мы хотим к новому году поспеть два вебинара это очень сложно потому что наша наташа уехала в белоруссию ее сейчас нет на месте там у нее мама умерла и она там сейчас она 16 лет была прикована к маме она 16 лет ухаживала за мамой редко сюда приезжала писала здесь книжку про метод ключ а сейчас она там потому что мамы нету его наташа которая мне помогала вот вебинар организовать вот мы сейчас должны все вместе подумать как нам суметь два вебинара провести до нового года с киселевой и с моей дочкой села и с аленом вот они моя дочка и арена они психологи профессиональные вот так на вот и айтишник ты можешь подсказать как нам можно это сделать до нового года потому что наташа нам она там кильду делала помогала кильду сделать нам надо сделать нам надо много чего там программу расписать там надо много чего людям сообщить чтобы люди пришли целая история до план план сначала надо с киселевой мы хотели поговорить о очень важных вещах она рассказала бы как раз о том как работает лаборатория живота она еще и духи делает уникальные с этими в общем это очень интересно у нас на телеграм зайдешь посмотришь на нем и ролик прошли делали с фантином это вопрос там заключается чтобы люди получили это для себя для своей практической пользы могли быть здоровье и счастливее а сейлой мы хотели сделать и соленом а личных отношениях как наладить ключевые приемы чтобы помочь не только себя гармонизировать но и отношения личные чтобы там юноша с девушкой там дети с родителями с педагогами личные отношения могли регулировать вот такие мы хотим сделать вебинары до нового года но я вот не знаю успеем не успеем если какую идею подашь будет классно мы еще потом поговорим а теперь ты можешь сыграть чё-нибудь на пианино но пианино мне только месяц полтора наверное и как я у вас я купил для того чтобы дочка играла четыре года жена чтобы на нем тоже вокалистка нужна все равно база то кнопочная поэтому всем пригодился ты же сам сочиняешь музыку я в последнее время да в основном импровизирую только ну Браво, как говорят, браво, браво. Слушай, а ты можешь до нашей школы придумать маленький кусочек музыки, чтобы она была гимновым таким, гимновым моментом? У нас будет логотип школы Homo Futurus, как у меня вот на книжках, например, у меня вот здесь вот, видишь, человечек летающий? Вот здесь вот будет логотип такой, там метод ключ еще написано, и школа Чехосовщего Homo Futurus. И ты можешь, я логотип пришлю, а ты можешь под нее написать музыку такую, которая будет как, вот так, чтобы все так включали, школа Чехосовщего Homo Futurus. Потому что только в этой школе во всем мире мы говорим о том, как использовать энергию стресса для решения нерешаемых вопросов, для здоровья и для творчества, и как сократить кризисы и войны на планете, и потребность в лекарствах сократить. Мы только в этой школе говорим, как использовать энергию стресса. Божешь такое там, буквально пять секунд, чтобы в этом логотипе так звучало, да? Попробуем. Попробуешь? Так это будет такой живой вклад в дело развития нашей школы. Здорово. О, какие у нас участники. Так что скоро будет вебинар, я тебе пришлю бесплатное приглашение, как почетному участнику. У меня такое правило. Почетным участникам, которые активно участвуют, мы высылаем бесплатное приглашение, чтобы они туда вошли. Я тебе очень благодарен. Я тебе очень благодарен. Ты такое интересное показал, разные интересные моменты в жизни. А мы в следующий раз поговорим о том, как ты мне рассказывал про мухомора. Ладно? Да. Да. Хорошо. Я согласен. Отлично. Тема очень интересная. Тогда всем нашим участникам школы Человек Большего Хома Футурус от нас со славой приветы большие. Как говорят сейчас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. А, вот так надо же делать, да? А как там это делать? И на телеграм. И на телеграм, пожалуйста, подписывайтесь, потому что там будут дискуссии очень интересные. Всем практические и теоретически полезные. До встречи, друзья. Спасибо тебе, Слава. Спасибо тебе. До связи. Без вас бы ничего не случилось. До связи. Без тебя.